МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працуя Марина Джалая, глядите в этом выпуске. Доступная медицина, соотносины цены и якости платных медицинских послуг, сегодня у Гомеля разглядели депутаты областного и городского советов. В Гомельском дворе загорелся автомобиль. Специалисты рассказали про причины и меры профилактики подобных выпадков. Драпежные артисты, уникальные труки и самый молодый дрессировщик в свете. Гомельский цирк рихтует премьеру. А сейчас об этом и иншим больше подробно. У Беларуси за 5 лет объем выпуска науково-технично-инновационной продукции повеличился больше, как в два раза. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступающий сегодня на другом зъезде в ученых. Витаючу у дельника высшейшого интеллектуального форума Украины, керавник державы подкреслив, что у сучасным свете наука важнейший фактор прогрессу. Телеверсию пленарного посяжения другого зъезда в ученых глядите сёня о 21-й године на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Звертаем вашу увагу, панорама выйдя ранее, чем, звычайно, у 20.30. В Беларуси протягивается передвыборная кампания «Умясовые советы депутатов». Уже аккредитованы семь национальных назиральников, затверженный консультативный совет, який будет контролировать работу сродков массовой информации. И он будет избираться, коли у адрес Центральной комиссии або непосредственно самого совета будут поступать скарги кандидатов або звороты выборщиков, связанные с выкрыстанием СМИ. Ну а покуль свою работу протягивают дзеющие депутаты. Сегодня у Гомря отбылось выездное посяжение постоянных комиссий по социальных пытаниях областного и городского советов. На прадку дня пытаний предоставления державными установами аховы здоровья платных медицинских послуг. За потребовательными они могут быть только в том случае, когда высокая якость подорожничает приимальному кошту. С подробностями Дмитрий Котов. Некоторые из этих немаулят заявились на свет только вчера. В специальном отделении родильного дома городской клинической больницы номер 2 выходживают малых, которые родились ранее термином, с критично малой вагой, даже менее за килограмм. Высокотехнологичные обсталевания и клопот медперсонала допомагают выражать амаль все проблемы со здоровьем. Зразумело, бесплатно. На платной основе во установе пропонуется палата повышенной комфортности для мати и дитяти. Кошта 20 рублё за сутки. А у областной специализованной клиничной больницы депутатам демонструють опошние досягнений у голени автальмологии. Аппарат, який выкористовывается для коррекции зроку. Всё-таки после хирургии ксимиролазерный определённый регресс близорукости присутствует. У всех в разной степени он выражен. Сказать 100%, что это будет навсегда и вечно, нет. Ни один хирург здравомыслящий вам этого не скажет. Но эффект, который мы добиваемся, мы стараемся всегда добиться такого эффекта, чтобы не пришлось потом идти на докоррекцию в ближайшее время. Хотя бы лет 5-10, то в принципе результат хороший. Размова и обзамене крышталика. Во установе пропонуют как бесплатный белорусский, так и платный импортный аналог. Кошь замешанного хрусталика начинается со 100 рублей. Это, до речи, у 6-7 разов меньше, чем было у сего некольких годов тому. При заявлении новых компаний-вытворцев на рынку цены закономерно снижаются. 98% люди покупают импортный хрусталик. Операция абсолютно бесплатна. Человек у нас оплачивает только за расходный материал. То есть хрусталик, если он хочет импортный скальпель или жидкость, которая используется импортно. Вот и все. А операция абсолютно бесплатна. Экспорт послух у лекоприоритетных задач установа ховы здоровья. Сирот лидеров у ГЭТИМ на керунку областный клинический кардиологический центр. За медицинской допомогой сюда звертаются жихары России, Украины, Германии и навод Китая. Мы очень активно развивали свой сайт. У нас собственный сайт, который в 2016 году на интернет-премии ТИБА занял первое место в разделе здравоохранения. Кроме того, мы заключили договор и с туристической компанией. За 9 месяцев этого года во установе ховы здоровья за медицинской допомогой звернулось около 11 тысяч жихаров разных краин. Каб мясовая медицина была запотребованной, необходимо ее постоянно удосконаливать. Так, все летоперолик платных послуг пополнили новые виды в галине инструментальной диагностики, физиотерапии, косметологии, стоматологии и лабораторной диагностики. Доходы от доказания платных медицинских послуг за 9 месяцев бягучего года склали амаль 20 миллионов рублей. У разлику на одного же хора региона 13 рублей 86 копеек. Темпросту в паронане с минулогодним показчиком 107%. Высокие выники у приватности отзначены у Мазиры, Речицы, Брагине и Ельску. На посажении постоянной комиссии областного совета депутатов вы решено протягивать и удосконаливать работу в интернете и сроках массовой информации. Так само необходимо больше активно взаимодействовать с управлением спорта и туризма по предоставлению туристам информации, связанной с платными медицинскими послугами. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Телерадиокомпания «Гомель» и 27-я школа отримали медали «Заслуженный миротворец». У Минску прошла справоздашная выборная конференция Белорусского фонда мира. На ее обрали новый состав управления, заслухали доклады областных организаций и узнагородили лепших. Западеи назирали и наши корреспонденты. Сустреча прошла в Белорусском державном музее история Великой Отчинной войны. Символичность места видовочная. Уся деятельность объединения, одном от его заснования и до сегодняшнего дня накирована на заховании мира в нашей краине. С этой миссией в каждом кутку Белоруссии проводятся сотни миротворческих мероприемствов. И Гомельская область тут приклад для пераймания. Чтобы много не говорить, я словами хочу, чтобы показали видеофильм о нашей практической работе. В летопись миротворческого движения Ломельщины вписано много волнующих страниц. Перелистывая их, убеждаешься, сколько хороших, а главное, нужных и полезных дел делается. У этот день медали, грамоты и удячности отрымали миротворцы из всей Украины. Два медали, заслуженные миротворцы, отправились в нашу область. Усоких узнагород удостоена телерадио компания «Гомель» и 27-я школа, которая носит гоноровое звание «Школа миру». Несмотря на то, что так много проводятся мероприятий и гомельским областным отделением, качество этих мероприятий никогда не страдало. Они всегда проходят на высшем уровне. Мероприемства и акции, которые проводят громадское объединение, охопливают бодай у всех же хоров нашей в области. Одни маулят, которые народились в Международный день мира, до ветеранов, от школьников до людей працы. Не забывают молодых и шмадетных матери, а так само тех, кто им кнется унести свой укладу с праву миру. У их лику заслуженный ветеран белорусского фонда «Миру», удельник Великой Чинной войны Алексей Пимонов. Я душой болел и болею за фонд «Мира». Вношу маленький взнос, как и все. И я считаю, достойно это я делаю все. Разом с Алексеем Пимоновым омаль, что ни одного мероприемства фонда «Миру» не пропускает Иганна Михайлова. Была вязнь фашистских концлагеров, как никто ведая каштонность миру и необходимость зароджать и поддерживать эту думку в сердцах каждого, особо детей. Конечно, когда я бываю в школах, в библиотеках, я вижу замечательные глаза этих детей, которые все это воспринимают. Но так, как и должны были воспринимать граждане нашей замечательной страны. С этой мытой 8-4-й год в Международный палаточный лагерь «Крымешка» в Рогачевский район проезжают дети из Беларуси, России, Украины и Литвы. Каждый год тут отпочивают калет 300 хлопчиков и девчонок. Наверное, это очень сильно сближает детей. В первую очередь, их учит добрую миру. Поэтому это очень важно. Детей сплочают там. Наверное, это отличительная черта нашего района в работе фонда «Мира». Напереды дни новогоднего свято фонд «Миру» так само рыхтует карональные мероприемства для тех, кто больше за все очекает суда. В этом году будут проводиться международные елки мира. И приезжают 27-ю школу делегации из Санкт-Петербурга, из Брянска. Кроме того, что наши будут. То же самое проводится международная елка в Чешевском районе. Туда приезжают ребята, кроме наших, приезжают ребята из Красногорского района Брянской области и из Латвии. Подчас конференции вызначили и добрые планы на ближайшие годы. У их лику жадание увойти у экономичный и социальный совет ААН. Будем сподеваться, что то, что загадано на передо дни нового года, обовязково справдится. Марина Джалая, Ганна Ковалева, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель» из Минска. До инших тем. Как меркуется, по причине аварийного режима работы электрообстолевания отбылось у сгорания автомобиля на улице Сверыдова в Гомеле. Господа разнайшел свое подпаленное авто, ранится 11-го Снежня. Отповедное поведомление у Центра оперативного управления городского отдела по надзвышанных ситуациях поступило о 10-й године. С-под капота припаркованного для подъезда «Пежо» и шел густый дым. По прибытию спасателей к месту вызова горел моторный отсек ликового автомобиля «Пежо». Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Наступной ранницей господа разобрал свой автомобиль для ремонту. В машине истотно пошкоджена электропроводка, але малолитражка подлягая одновлению. Калип-звонок выротовальникам поступил на некольких хвилин поздней. Ауто можно было бы отправлять только на металлолом. Аварийные режимы работы в электрической цепи автомобиля являются наиболее распространенной причиной возникновения пожаров. Практически все электрические цепи современных автомобилей, за исключением цепи стартера, защищены предохранителями. И при правильном выборе которых возникновение возгорания в автомобилях маловероятно. Одной из причин возникновения пожаров в автотранспорте, в частности связанной с электрическим оборудованием, может являться неправильно выбранные предохранители большей мощности, либо дополнительно подключенное электрическое оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. 33-годовый водитель с предметами алкогольного опьянения и без права кирования злазил аварую в Гомеле. ДТЗ отбылось на пяре до дня его виновник ехал на Фольксвагене Гольф по улице Барыкина. Подъезжающий до объездной не справился с кированием, выехал на сустречную полосу и урезался у автобус Радимидж. Потерпел у авары только водитель Фольксвагена, и он шпитализованный. Цекавые виды дослали нам сёня коллеги с Добруша. Журналисты газеты «Добрушский край» вырошили наблизить Новый год. На один день корреспонденты примерили на себе роли Деда Мороза и Снягурки, как зладить незвычайный флешмоб в громадском транспорте. Для своих спадорожников, пассажиров с самого протяглого автобусного маршрута, супрационники редакции спевали песни, проводили мини-латереи и одночасово запрошали оформить подписку на наступный год. Хоть, как казалось, многие поспели зарабить ГТИ без напоминку. Дарыши, долучиться до компании подписчиков можно до 26-го Снежня. Почас флешмобу под назвой «З районкой по шляху» пассажирам раздавали номеры газеты, кубки, блокноты и ручки с логотипом Добрушского края. Святошному настрою сприяло и оформление автобусного салона новогодней атрибутыкой. Новые пассажиры за довольнением долучались до дружной компании, не которые навык шкодовали, коли треба было выходить на припынку. Дарыши, деорганизовать такий флешмоб возникло после того, как на одном из транспортных сродков, стараниями газетчика и керавництва филиала «Гомеля АблАута Транса» заявилась реклама Добрушского краю. Таким шином красамовный слоган газеты «З нами не будет сумна» и ее супрацовники перетворили у життё. Полосатый рейс прибыл у «Гомеля». Головных героев новогоднего циркового представления «Тыгра» и «17 Львов» доставили сёня у «Гомельский цирк». Гэты драпежники примутю дел у святошным шоу «Дед Мороз» и «Львы Африки». Их дрессировщик Хамада Кута заслуженный артыст Египта, академик циркового мастацтва России и герой книги рекорда у Гиннесса 1994 года, як самый юный дрессировщик у свете. У першыню у клетку с «Альвами» Хамада увашёл у 2 годы. А дрессурой драпежников пачау займаться у 7 годов. Дарэшы, йон артыст цирка у шостым покаленні. Цирковой дынасты – амаль 170 годов. У Гомель с драпежными артыстами йон праезжаў каляся мегаду таму. Вярнувся з новымі рэгаліями, вобытам, праграмай і шрамамі. За яго плячыма більш за 20 гаду дрессуры і 9 травмов головы, рук і ног. До першого выходу артыста з жывёлыми на гомельскую арену застаецца 3 дні. Прэміра адбудзіца 16-го снежня. Разам з жывёлыми у Гомель даставіли вялікую колькасть реквізиту. Для драпежников буде сконструванна специальна клетка, по якій у Хамада Кута і Зойді на вачах у полутора тисяч глядачоў. Я могу сказати названня трокі, но буде интересно, що всі заходи бросяць бросяць. Є трок Солнце, це автарська мой, це дуже сложно. Є стоїть на табуретці, і такі табуретці по кругу, і вони крутяться синхронне. Є дуже багато всього. Работа з хищниками львов і тигри – це не опасно, це сложно. Зазі в Гомель, конечно, я дуже рад брося, бо це цирків на мене значить багато. Це перші цирків я починав именно в Європі. Гастролі Хамады Куты і його косматых підапешніх протягнуться у Гомеле «Амаль месяц». За цей час свої небезпечні трокі артисты покажуть 26 разів. Велика музична спаршина Владимира Мулявіна – пісні, які окранають душу. У Гомеле з концертом выступаю білорусський державний ансамбль «Пісняры». Артисты представили музичні композиції з нового альбому, які выйдя у ближайший час. І безумовно прагучали золотые хиты. Касію ясь канюшыну, Александрына, Беловежская пуша. Пісні, знаємые і любімые мільйонами. Гармонічне сполушення фольклору і высококласного ашматоголосного виконання робять творчість пісня рожам чужіної сучасної білорусської культурі. Велика музична спаршина Владимира Мулявіна і сьоня хвалює рознае пакаліні слухачоу. Мінавіта тому, белорусський державний ансамбль «Пісняры», протягуває лєпшія традиції легендарного каліктіву, який користався усінародной любою, імєл ошеломляльний поспіх у публіки. Більша частина успіху нашого ансамбля принадлежить Владимиру Мулявіну, основателю ансамблю «Пісняры». Конечно, він дал огромний толчок білорусській музіки, взагалі в цілому, і нашому ансамблю в частності. Ми стараємося, звісно, в своїх нових піснях підтримувати традиції і не відпускати планку, яка була заложена в той час. Невзираємо на те, що ми чтимо традиції і стараємося держати той стиль, який був присущ в прошому, скажімо так. Ми все-таки, кожен із нас, він індивідуален, неповторим і приносить на сьогоднішній день щось таке свеже, що є якимось таким толчком для людей, які приходять на концерт і слушають нас. ГТ і інші новини ви можете знасти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tivergomil.by Далі у ефірі «Спортивний огляд». З новинами спорту вас познайомить Михаїл Садовський.